Светлана, не включайте микрофон. Пожалуйста, никто не включает микрофон одновременно с другими людьми, потому что мы будем слушать жуткую какофонию. Доброе утро, Ирина. Отлично, что вы слышите. Доброе утро, Елена. Доброе утро, Андрей. Кто еще меня слышит? У нас еще есть Светлана. Доброе утро, Екатерина. Слышите ли вы меня? Ок, отлично. Итого у нас есть раз, два, три, четыре, пять человек. Для чего нам нужны с вами сегодня микрофоны? Очень здорово и полезно будет нам сегодня научиться разбирать медицинские термины, в них ориентироваться и так далее. Однако я бы хотела, чтобы мы сейчас с вами вкратце познакомились и вы бы рассказали, прям пару строчек, чем вы занимаетесь, не в смысле, чтобы ветеринары, а в смысле конкретной вашей специализации, какие именно темы вас интересуют, чтобы мы все-таки, у вас пять человек, это нормальное количество, можем пойти по интересующим вас темам конкретно по терминологии. У нас будет на это время. И также для чего именно вас интересует, например, данный семинар. То есть вы хотите именно читать и переводить профессиональную литературу, либо речь также идет о том, вы хотите поехать куда-то за границу учиться, или вы бы хотели присутствовать на лекциях лекторов иностранных и слушать их без перевода, либо вы хотели бы общаться с какими-то иностранными коллегами, обмениваться опытом, либо, может быть, вы хотите в интернете смотреть видеозаписи или лекции известных специалистов в вашей области, вам это нужно понимать. Поэтому, пожалуйста, каждый пишет сейчас про свою специализацию, чем именно занимается, какая специализация, для чего вы здесь сегодня и какая у вас цель в плане английского в русле ветеринарии. Итак, пока вы пишете, вы, наверное, все видите. Ага, вот я могу уже читать. Отлично, Елена, дерматология, цитология, онкология, УЗИ. Слушать и общаться с лекторами и читать литературу. Отлично. То есть, видите, мы говорим и о навыках чтения и перевода, и также о том, чтобы что-то воспринимать на слух. Вот об этом как раз-таки отдельно мы бы хотели сегодня поговорить, потому что тренировка вообще понимания – это очень важная история, о которой мы будем говорить. Именно поэтому все, кто будут смелыми героями сегодня, будут подключаться и тренироваться, потому что тренировка – это самое главное. Но слишком много этого сегодня не будет, так что не переживайте. Самая работа сегодня моя. Ирина, начинающий врач, интересует анестезиологией, интенсивной терапией, эндокринологией, планирую зарубежные стажировки, чтение и перевод – обязательно. Отлично. Екатерина, чтение и перевод – спасибо. Напишите, пожалуйста, вашу специализацию. Чем именно вы занимаетесь? По лабораторным животным. То есть вы занимаетесь исследованием, правильно я понимаю? Да, отлично. Так, я жду информации от Светланы, от Андрея. Пока все остальные, как вы видите… Ага, Светлана, дерматология, терапия, слушать зарубежных вектов, чтение и перевод – да, да. Дело в том, что действительно просто чтением мы не обойдемся. Большинство, вот только вот Екатерина пишет, только чтение и перевод. Однако большинство за то, чтобы понимать, да, иностранную речь, в том числе на слух. И вот это вот, и есть и часть того, о чем мы сегодня будем говорить – это произношение, прежде всего, именно правила и понимание, как чего читается. Андрей, ждем вас. Роспотребнадзор, ветеринарно-санитарная экспертиза. Хорошо, с какой целью вы здесь сегодня, что именно вы бы хотели получить? Вас интересует профессиональная литература? Или именно зарубежные какие-то там лекторы, общения, поездки, практики? Ну, пока Андрей заканчивает нам писать, давайте посмотрим на то руководство, которое я для вас сегодня подготовила. Это совершенно замечательная книжка Анжелы Тайпо, за которую я все время благодарна. Вообще, что она существует. Вы видите, что это профессиональная литературная конференция зарубежной поездки. Спасибо большое, Андрей. Теперь я все про всех поняла. Спасибо, что представились. Veterinary medical terminology, то есть это не просто медицинская терминология, потому что словарей медицинских и книжек по медицинской терминологии есть очень много. Это именно ветеринарные. И это очень-очень для нас важно. Вы все, наверное, видите возможность скачать это руководство. То есть это первая важная вещь, которую я могу сегодня для вас сделать. Это предложить вам скачать это руководство. Если у кого-то это не получится, кто-то сейчас в своем личном кабинете этого не видит в списке литературы, также я сейчас добавляю для вас разные буквосочетания, вот они появляются, вы тоже можете их скачать, мы будем о них сейчас говорить, то Юля поможет вам и вышлет вам потом ссылку на почту, наверное, по этому руководству. Смысл не в том, что мы будем разбирать книжку, а в том, что я вам ее продемонстрирую. Книжка огромная, в ней 655 страниц, и мы, разумеется, сегодня никак этим не займемся. Мы сегодня поймем основные подходы, и далее каждый из вас сможет разобрать интересующую его терминологию, блоки, главы и так далее. Что еще очень хорошо в этой книжке, что вам поможет в дальнейшем, это страничка, на которой, ну, помимо содержания, там мы его сейчас выбираем, вот эта вот очень важная история, Companion Website, это значит, сопровождающий данное издание сайт в интернете. Опять-таки, скачав книжку, вы сразу можете нажать на эту ссылку. Здесь дополнительные задания для проверки на терминологию. То есть там у вас будут и кроссворды, и карточки на запоминание, и аудиоклипы, которые помогают произносить термины и разборы случаев. Вот вы видите, здесь написано Case Studies, это значит, разбор конкретных клинических случаев. Review Questions, это у нас вопросы, которые делают review ваших знаний, то есть обзор ваших знаний. И также картинки из каждой, из каждой главы в PowerPoint, то есть в каждой главе у нас будут прекрасные, совершенно замечательные рисунки, и вот там вот вы их можете скачать и посмотреть, и всякое такое, это очень-очень удобно. Ну а мы с вами идем, начинаем с введения, и хотелось бы тоже посмотреть, немножечко понять ваш уровень, в принципе, в связи с чем я предлагаю разобраться с анатомией медицинского термина. Давайте мы посмотрим вот на эту часть. Всем ли хорошо видно то, что происходит на экране? Я могу еще немного увеличивать, в каких-то пределах все-таки. Видите, сейчас у меня вот так влезло. Если вам плохо что-то видно, то пишите, а если нормально, то ничего не пишите. Да, для вас Юля советует, что внизу есть плюсик с лупой, вы тоже можете рассмотреть. Я просто вот надеюсь, что когда я увеличиваю, вы тоже лучше это видите. Все разобрались с плюсиками. Всем хорошо видно. Давайте тогда уж, раз могут быть проблемы, плюсики поставим. Все ли разобрались, всем ли хорошо видно текст. Так, Света хорошо видит, Лена хорошо, Ира хорошо. Катя, Андрей, отлично, прекрасно, молодцы и быстро отвечаете. Умнички. Я прочитаю это для вас, и мы разберемся, что это значит. Анатомия of a medical term, то бишь анатомия of, это всегда предлог, который обозначает кого, чего, как родительный падеж в русском, медицинского термина. There are five components to medical terms. Typically, a medical term will use two or three of these components. There is no rule that states how many parts a medical term must use. Your goal is to break down a medical term into its component parts, then define each part separately. These components were derived from Greek or Latin, so when defining these parts, we are in essence translating them to the English language. На этом я закончу. Не могли бы вы мне сказать вкратце, прям вот основную мысль того, что я прочитала, того, что здесь написано? О чем говорит Анжела Тайба нам в этом введении? Давайте каждый мне напишет, как он понял. Смотрите, если ничего не понял, потому что я не знаю вашего уровня, и может быть здесь кто-то ничего не понял, пишите, я ничего не понял или не поняла. Это нормально, это не страшно, притворяться не нужно, мы наоборот здесь пытаемся понять уровень друг друга, и я должна вам помочь продвинуть ваш уровень сегодня. Для этого мы здесь на 4 часа как бы вот собрались. Поэтому я очень жду ваших искренних ответов, либо основная мысль вот такая, либо ни черта не поняла, кроме слова «два». Это будет для меня очень полезной информацией. Пожалуйста, будьте добры. Продолжение следует... Ирина, обычный медицинский термин состоит из двух-трех компонентов, греческий и латынь. Да, да, все верно, вы поняли основные слова. А в чем же наша задача? Как нам, что нам нужно сделать? Вот понятно ли вам из этого текста, что нужно делать? Ой, а Екатерина какая хитрая. Говорится о медицинских терминах. Верно, Екатерина, даже не подкопаешься. Но вот конкретики нет никакой. Вы покажите мне, что вы поняли из этого текста, тогда я узнаю ваш уровень. А то, как бы, знаете, заголовок анатомии медицинского термина, в тексте говорится о медицинских терминах, очень хитрый ответ. Пять компонентов медицинских терминов, обычно это два или три, это латинская и греческая терминологии, переведенные на английский язык. Да, прекрасно, Света, прекрасно. Именно речь идет о том, что так как они произошли с греческого или латыни, наша задача вот эти вот части, компоненты медицинской терминологии перевести. Андрей, пять компонентов медицинских терминов, обычно состоит из двух-трех. Но наша основная задача, это написано вот здесь вот, да, сейчас, your goal, ваша задача, разделить, break down, a medical term, на компоненты и определить каждую часть, define each part separately, по отдельности. И поэтому, когда мы определяем эту часть, we are in essence, translating them to the English language. Самое главное для нас перевести их на английский язык. Итак, Ирина ответила, Екатерина хитрила, Светлана ответила, Андрей ответил. Кого мне не хватает? Мне не хватает ответа Елены. Елена, напишите нам, пожалуйста, что-нибудь. И Екатерина, тоже чуть-чуть, пожалуйста, раскройте, что именно вы отсюда поняли. Потому что пока вы схитрили. Смутно поняла, спасибо большое. Все нормально, нормально, этого достаточно вашего ответа. Екатерина, будут ли дополнения? Итак, пока мы ждем от Екатерины дополнения, я бы хотела сказать, что вот, собственно, эти части мы и начнем изначально изучать с вами. Давайте же мы внимательнее посмотрим на эти части, собственно. Первая часть, о которой мы сегодня будем говорить, это the root. Root – это корень. На всякий случай, пока я буду читать какие-то слова, я бы хотела также чуть-чуть говорить о чтении. The root. Что здесь интересно? Ваше распоряжение. Я также выложила вот эту табличку буквосочетаний. Пожалуйста, скачайте. И помимо буквосочетаний, я выложила правила чтения гласных. Это очень важная история. Кать, отличное дополнение. Наша задача разделить компоненты и перевести. Прекрасно, прекрасно. Спасибо большое. И я буду периодически обращаться к этим табличкам. The root. Почему я так читаю? Ну, во-первых, D – это буквосочетание вот это вот «д». Мы, наверное, с вами знаем, что это самый сложный звук для русскоговорящего человека. Делается он таким образом. Ваш язык должен попасть между двумя рядами зубов. То есть вы как будто бы высовываете и прикусываете язык. Не бойтесь, язык вы себе не откусите. Давайте попробуем все вместе. D – я даже не знаю, насколько сейчас. Мы не будем отключать по очереди, не будем на это тратить время. Мы попозже, когда будем читать, я это уже услышу. Потому что это очень частое буквосочетание. Смысл в чем? Язык высовываем вперед и зубами как бы сжимаем его сверху и снизу. D – D. Все попробовали? И кто-то стесняется, у кого-то там товарищи рядом подглядывают. Не стесняйтесь, в любом случае, я вас очень прошу. Это очень важная история. В зависимости от того, жестко или мягко вы сдавливаете язык зубами, у вас получается либо D, либо C. C – мягко. D – жестко. C – мягко. Вот эти два варианта звука и представлены. D – это жесткий звук, который я произношу как D. А C – это вот мягкий. C. C. Здесь приведены примеры. This – этот. Жестко. That – тот. Жестко. Thank – это как thank you, да? Thank – благодарить. Thank you – спасибо. Что наши люди говорят? Thank you, да? Часто такое бывает, надеясь, что не у вас. А если у вас, то тем более сейчас язык высовываем и сдавливаем его зубами. D – D или T. Thank you. Вот это мягкий звук. Никаких правил, когда он твердый, когда он мягкий, не бывает. Это вопрос нашего знания и ощущения. Возвращаемся к слову the root, корень. Почему я читаю the root? Почему такой звук? Что за буквосочетание у меня здесь? Давайте посмотрим на правила чтения гласных, которые я вам привожу для букв A и O. К A потом вернемся. Ой, нет, точнее сказать неправильно я сказала. К буквосочетаниям. Double O – это длинное U. Обращайте внимание, пожалуйста, на транскрипцию. Кто из вас вообще любит и знает транскрипцию, а кто ее боится? Напишите, пожалуйста, люблю или боюсь? Быстренько сейчас. Люблю, знаю, боюсь. Люблю. Света – молодец, редкий случай. Так, боюсь, Лена, нормально. Не боюсь, но, видимо, и не люблю, да, Ирина? Нейтрально к ней отношусь. Транскрипцию люблю. Отлично. Значит, боится Лена, остальные либо нейтрально, либо любят. Так вот, Лен, знаете, чего мы боимся? Мы боимся неизвестного, я вам честно скажу. Когда мы чего-то не знаем, оно нас пугает. Значит, если мы вопрос изучим, станем в нем специалистами, мы бояться не будем. Почему нужно стать специалистами? Потому что далеко не всегда есть возможность прослушать новое слово. Вы полезли в словарь, вы нашли его объяснение, но вы не научились его читать. Там написана транскрипция, но вы ее боитесь, поэтому вы не можете ей воспользоваться. Вот, посмотрите, значков специфических не так уж и много. Например, сейчас я вам пояснила, что вот эта штучка с перечеркиванием, это Д, твердый звук, а вот эта буковка Т, греческая, видите, нолик с такой волной внутри, это С, мягкий звук. Собственно, узнав, что это вот это, увидите это в транскрипции, вы уже не испугаетесь. А вот посмотрите, как выглядит транскрипция звука Double O. Все понимают, Double O значит двойное O. Напоминаю, что эта буква называется O. Для тех, кто не очень хорошо знает алфавит, такое бывает даже при хорошем уровне английском. У или У длинное, вот это двоеточие значит длину звука. Значит, если вы увидите, например, бук, да, книжка, то транскрипция будет очень простая. Звук Б, звук У длинный и потом звук К, то есть очень простая транскрипция, которая не страшна. Look, school, pool. Ну и возвращаемся к нашему слову the root. Да, чуть-чуть поговорили о том, как у нас читается. Итак, нам говорят о том, что the root is the foundation of the term. Корень является основой термина. И мы можем посмотреть на примеры корней, которые мы с вами хорошо знаем. Давайте мы с вами посмотрим вот сюда. Наш корень, root, например, cardi, cardi. Пожалуйста, не читайте cardi, да, прям вот по-русски р не читается. Cardi, это такое длинное а с небольшим округлением. Cardi, это значит, как вы понимаете, сердце. Теперь, как читается слово сердце? Давайте, пожалуйста, сейчас потренируемся, потому что все читают вообще как хотят. А кто учил немецкий, так вообще ужас. Сердце читается hard. Hard. Несмотря на странные буквосочетания, которые должны совершенно по-другому читаться, нам нужно просто запомнить. Hard. Вы можете потом распечатать себе все эти страницы и подписать себе, хоть русскими буквами, мне все равно. Длинное а. Hard. Все потренировались? Все знают, что оно так читается или узнали сейчас? Cardi, это hard. Ну вот, что мы делаем? Видим, разобрали свой какой-то термин. Ага, видим, Cardi, значит, это разговор про сердце. Hard. Example of use, это пример применения. Cardiology. Что такое кардиологи? Кто мне скажет? Что значит кардиологи? Что это такое и что это значит? Кардиология. Молодцы, это перевод. Что значит слово кардиология? Изучение сердца. Наука о сердце. Молодцы, молодцы. То есть мы это знаем, потому что мы с вами тоже все это учили. Мы знаем, что Cardi это сердце, а Logos это наука изучения. То есть мы совершенно там же находимся в плане латыни. Однако, какая сложность у нас с вами возникает? Итак, Cardiology, перевод на английский язык, слово Cardiology, его объяснение, description. Description это описание. Я вот вам сейчас напишу слово description в комментах. Давайте его скажем description. Shn, это вот это t-i-o-n в конце, t-i-o-n, это shn читается, description. Описание. Study of the heart. Изучение кого-чего. Напоминаю вам, что of это кого-чего. Сердца. То есть наука о сердце или изучение сердца. Проблема, о которой я упомянула и начала говорить, это проблема произношения. Вот вы знаете, что кардиология это наука о сердце. Теперь, когда вы увидите в тексте Cardiology, как вы видите сейчас, вы сразу понимаете, что это кардиология. Так у вас ни у кого не возникла проблема. Но если вам лектор скажет Cardiology, сразу ли вы на слух воспримите, что это кардиология? Некоторые не сразу. Почему? Потому что по правилам английского языка, вот эта буковка, которая называется G, не путать, пожалуйста, с J. Кто мне напишет в комментариях, как пишется буква J, чтобы не путать ее с этой буквой G? Вот, отлично. Ира была первая. J это вот то, что написала Ира, а G это то, что мы видим. И очень важно их не путать. Так вот, по правилам G у нас, когда встречается с определенными гласными, она читается как G, а не как G. Поэтому это не Cardiology, а Cardiology. И вот именно особенности чтения английского языка, это просто очень простой пример, а мы дальше с вами будем сталкиваться с более сложными примерами, не дают вам понять, что говорит лектор. Отсюда вопрос. Мы должны изучить эти особенности, мы должны понимать, что и почему, как читается, какие особенности, как читаются буквы, соответственно, как будет произноситься это слово, и узнавать его. На письме узнать проще, на слух гораздо сложнее. Разберем следующие корни. Hemat. Hemat это корень, который связан с кровью. Как читается правильно вот это слово кровь? Давайте мне в комментах напишите русскими буквами. Все по-простому, русскими буквами. Ничего сложного не требую. Как правильно читается это слово? Молодцы! Все написали Блад, но вот Лена написала, я боюсь произнести. Вы имеете в виду, хрен его знает? Это я сейчас вежлю. Ну хорошо. Как сказали нам коллеги, читается Блад. Коллеги, да вы молодцы! Нет? Ну, извините, это выглядит вот так. Блад. Блад. Это очень важно. А почему это важно? Потому что как все хотят прочитать, как мы только что читали, вот здесь. Ведь это же Double O. Почему я не могу прочитать это? Блуд. Вот потому что это слово исключение. Исключений в английском не так много, как нам кажется. Особенно если знать правила чтения. Вот эти вот буквосочетания, которые я вам сегодня принесла. и правила чтения гласных по отдельности, которые я для вас подготовила. Это самые лучшие таблички, которые я нашла за свою жизнь. Поэтому я с вами делюсь, у кого нету таких еще. А это нужно реально запомнить. И запоминать надо не так уж и много. Итак, Hemat говорится про blood. Например, Hematology. Это гематология. Но произойдется Hematology. Видите, не G и не G, а H и J. Hematology. Study of blood. Абсолютно аналогичные. Dermat. Skin. Dermatology. И здесь я хочу обратить ваше внимание на то, что это не Dermatology, а Dermatology. Звук Ö. Что такое звук Ö? Это как будто бы вы сказали Ё, только без Ё. Понимаете? Без первой части. Вот это мягкое Ё. Без Ё. Ё. Давайте попробуем. И посмотрим. Почему такой странный звук? А вот почему. Буковка И. Как и любая другая гласная, имеет четыре типа чтения. Здесь тип чтения в открытом слоге. Здесь тип чтения в закрытом слоге. Здесь тип чтения, который встречается, когда она встречается с буковкой R. Так вот, когда она встречается с буковкой R, это либо вот этот странный звук, который здесь нарисован, либо он еще иногда обозначается как троечка, такая циферка 3. Сейчас я постараюсь ее где-нибудь найти, чтобы вам показать. Ну, я найду, покажу попозже. Как читаются эти слова? Her, term, derby, cert. Вот term – это термин. Это то, что мы сегодня с вами проходим. Term. Это слово также еще обозначает срок. Или семестр при обучении. Her – это ее. То есть, и также и слово, которое мы сейчас видели, как term, так и dermatology – звук «э». Понятно про этот звук или непонятно? Смысл в том, что R, буковка R, такая странная, что она меняет звучание любой гласной, которая перед ней стоит. И поэтому у каждой гласной мы увидим тип чтения третий, когда она встретилась с R. И это очень сильно отличается от того, как эта буква читается в норме. Вот абсолютно у каждой. У каждой это есть. Вот всюду мы это наблюдаем. Всем ли понятно, почему dermatology и как произносить этот звук? В свете понятно. Отлично, молодцы. Не буду дальше вас звучать. Гастер – это стомак. Со стомаком часто возникают проблемы. Почему? Потому что смотрим опять на буквосочетание. Мы сейчас по первости будем очень много про это говорить, вы не удивляйтесь. Мы сейчас как бы учимся читать. CH. CH – вот оно, наше буквосочетание. Какой звук? Снова обращаю внимание тех, кто боится. Смотрим. CH – это буквосочетание, которое дает звук Ч. Однако для звука Ч никакого отдельного звука в английском записи символа не придумали. Поэтому они пишут Т и Ш. Вот этот интеграл – это Ш. Посмотрите вот сюда. Видите, SH дает нам звук Ш. She, shop, fish – это мы все знаем. А CH – это как бы ТШ, произнесенное очень быстро. Попробуйте. Ч, 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 Ч – произнести очень быстро. Получается почти Ч, да? Вот какие-то странные люди, конечно. Вот это я действительно не понимаю почему. И честно, не знаю, как так сложилось. Но звук Ч почему-то записывается вот таким странным образом. Еще один странненький звук, символ которого нужно заполнить – это Ш. Вот такой интегралчик. ТШ – это значит Ч. Че-з, пи-ч, кэ-ч, сыр, персик, ловить, поймать. Че-з, пи-ч, кэ-ч. Я надеюсь, что вы за мной повторяете. Это никогда не вредно. Даже если вы 500 раз знаете, и вам кажется примитивным все, что я сейчас говорю. Так вот именно из-за того, что это Ч, все читают это стомач. Это часто бывает. Надеюсь, что у вас этого уже нет, потому что вы просто знаете это слово. Стомак. С чем это связано? Заимствованные из латыни слова очень часто включают в себя Си-эйч и служат для записи К звуков. К или Х. Это надо просто знать. Стомак – это и желудок, гастр, да, и вообще живот. То есть это и анатомическая область может обозначаться. Живот. Вот человек будет говорить. Стомак может такое говорить. Пациент может так говорить. Это не желудок, а живот. То есть это слово с двумя значениями. Gastrology – study of the stomach. Ну и enter – это small intestine. Кто такой small intestine? Кто такой small intestine, товарищи? Да, отлично. Все верно. Итак, у нас есть small intestine, который обозначает у нас тонкий кишечник. И у нас есть lower intestine – нижний кишечник, который обозначает толстый кишечник в другом смысле. Ирина, это был вопрос? Если вопрос, то да. Ответ – да. Тонкий кишечник. Все верно. Соответственно, энтерология, энтерология – study of the small intestine. Что мы научили с вами делать? Понимать корень, его значение и видеть, очень важно, description of the term. Term – это cardiology, hematology, dermatology, gastrology, enterology – это термины. А вот их пояснение, description. Почему я еще раз акцентирую на это внимание? Потому что дальше мы с вами будем делать упражнения. А мы сегодня будем делать упражнения, где вам нужно будет дать пояснение по терминам. Итак, кроме корня у нас существует, у нас существует некоторое combining vowel. Combining vowel – это соединительное гласное. Это знакомо нам и в русском. Ну, какие слова? Например, самолет, паровоз, да? То есть у нас самолет – это сам летит, паровоз – это пар и везет. И между этими двумя корнями у нас стоит соединительное гласное. Она так и называется. То же самое происходит и в английском. В слове hematology у нас есть root – hemat, combining vowel. Для тех, кто не помнит, напоминаю, что vowel – это гласное. Combining vowel – соединяющее гласное. Это – о в данном случае. И суффикс, посмотрите, это читается сапфикс. Давайте все скажем слово сапфикс, пожалуйста. Почему это не суффикс, а сапфикс? Вот так читается здесь в данном случае буква ю в закрытом слоге. Suffix – лоджи. Это наш суффикс. Все понятно. Итак, для того, чтобы присоединить науку к крови, мы используем combining vowel – o. Соответственно, после этого у нас возникает combining form. Написано. The combining form is the root plus its combining vowel. То есть корень вместе со своей соединительной гласной называется соединяющаяся форма. Combining form. Вот посмотрим. Это все вместе уже называется не корень, а соединяющая форма. После этого мы еще пользуемся префикс. Что такое префикс? Если суффикс – это суффикс, это понятно, то префикс – это что такое? Кто мне подскажет? Да, совершенно верно. Очень простое слово. Отлично. Тут написано. The prefix precedes the root. Приставка предшествует. Precedes the root. И для вас объяснено. Comes before the root. Для тех, кто не понял слово precede, объясняют. Стоит до корня. Comes before the root. Вот этим отличаются учебники от просто словарей или еще чего-то. Вам поясняется значение даже объяснений и описаний. То есть обучающая литература заточена на то, чтобы вы прочитали и вы поняли. В связи с этим я являюсь апологетом именно английских учебных пособий. То есть это пособие, которое само написано на английском языке, а не на русском. Потому что оно всегда объясняет, и оно гораздо лучше погружает вас в тему. А второе – я также не являюсь поклонником словарей, а являюсь поклонником толковых словарей. По-английски называется толковый словарь тезаурус. Кто пользуется тезаурусом, скажите мне, пожалуйста. Кто вообще понимает, о чем я сейчас говорю? И отлично, Екатерина пользуется тезаурусом. Кто еще пользуется? Смысл тезауруса в отличие от дикшенери. Дикшенери – это перевод, то есть есть англо-русский. Вот вы взяли, открыли, даже если он будет прекрасный медицинский, открыли, сделали. Тезаурус – это толковый словарь, то есть там никаких русских слов нет. Он универсален, универсален для всех людей планеты, изучающих английский язык. Вне зависимости от их родного языка. Там вы открываете, написано нужное вам слово, и написано очень много информации про него. Дальше объясняется значение этого слова. Далее показываются его формы и так далее, и так далее. Поэтому тезаурус – это прекрасная, совершенная вещь. А медицинский тезаурус, если найти, то вообще совершенно чудесно. Ну, в сети онлайн так точно можно найти. А чего мне только Катя отвечает? Все остальные не пользуются? Ставьте минус. Не пользуюсь тезаурусом. Если не знаете, что это такое, пишите. Не знаю. Вот, Лена, пошло дело. Давайте диалог. Я же сижу здесь одна, разговариваю с пустотой. Поэтому, если вы будете со мной общаться, мне будет гораздо проще, и вам тоже скучать не придется. Вот сообщаю вам, что вам нужно пользоваться тезаурусом. Это обучающая литература, да? Она помогает вам понять, что значит слово, показывает его использование, дает примеры. Часто говорится про синонимы, антонимы, правильное употребление, неправильное употребление. Поинтересуйтесь, пожалуйста, этим. Это очень хорошая тема, и как для изучения, в принципе, английского языка, так и особенно для медицинской терминологии. Примеры приставок. Например, sub, обратите внимание, не sub, а sub, epi и trans. Их значения описываются предлогами. Sub – это below, то есть ниже чего-то. Epi – это above, то есть выше чего-то. И trans – это across, то есть насквозь, через, пере, что-то именно. Например, мы имеем такие истории, как subgastric. Epi – это epigastric и transgastric. И в объяснениях нам говорится pertaining, относящийся к pertaining to below the stomach, то есть относящийся к области поджелудком. Pertaining to above the stomach, относящийся к области выше желудка. И относящийся к чему-то поперек желудка. Across – transgastric. И здесь мы уже тоже столкнулись с суффиксами. Suffix, который мы здесь используем, это – ic. Он читается – ic. Видите? Subgastric, epigastric и так далее. Нам пишут, что the suffix follows the root. То есть идет после, следует за корнем, and modifies its meaning, и меняет его значение. Не у всех бывает суффикс, это понятно, но когда бывает, он бывает, например, вот такой. Ик – это как раз-таки ic. Суффикс, его значение, значит, относящийся к, например, gastric, относящийся к желудку. Суффикс – logi, который мы уже прошли, обозначает изучение чего-то, как hematology, study of blood. А, например, и давайте-ка вы мне скажете, как читается этот суффикс? Это – ic, gastric, это logi, hematology. А этот, как читается суффикс, последний, вот я вам его подчеркну, чтобы было проще понять, о чем я спрашиваю. Как читается этот суффикс? Как читается тот термин, который у нас здесь приведен? Ага, ага, еще варианты, варианты разные пошли. Так, еще один. Андрей, что думаете, Катя? Так, и последняя осталась Катя. Итис, класс! Ну что ж, Светлана вас всех уделала. Светлана, молодец, Светлана, извините, у меня нет никаких вкусностей, чтобы поощрять тех, кто написал первый, например, ирон, часто бывает первая, или вот вы единственная, кто написали правильно. Ребята, вот об этом я и говорю. Именно думать, что это итис, почему? Потому что вы все знаете латынь, и вы думаете, что это гастритис, или в данном случае энтеритис. Именно это и приводит к невозможности понимать лекторов и английскую речь на слух. Обращаемся мы к причине, почему же это итис, а это инфламмейшн, айтис обозначает инфламмейшн, я думаю, вы все знаете, что это воспаление, правда же? Инфламмейшн, воспаление, называется энтеритис. Энтеритис – это инфламмейшн кого-чего? Воспаление, воспаление, родительный падеж, кого-чего, используется предлог офф тонкого кишечника. Обратимся же мы к моей вкладочке про чтение буквы ай. Итак, первый тип чтения буквы ай, первый у нас с вами будет вот здесь, вот здесь вот, это когда ай стоит в открытом слоге. Что такое открытый слог? Давайте определимся. Открытый слог – это слог, который кончается на гласную. Мы видим, что во всех примерах здесь после ай идет гласное, либо после ай начинается следующий слог, и там тоже есть гласное. То есть ай стоит в открытой сильной позиции. Что такое сильная позиция? Открытый слог, ударный слог. Это очень важно. Вообще все правила чтения, которые участвуют в английском языке, касаются ударных слогов. Все слога, которые безударные, читаются невнятно. Про звук невнятности мы попозже поговорим. Итак, буква ай и любая другая гласная, давайте обратим на это внимание, пожалуйста, читается в сильной позиции, а сильная позиция – это открытый слог, то есть когда ее никто не запирает, и под ударением так, как она называется. Поэтому нам так важно не путать букву ай и букву и, например. Это буква ии, и посмотрите, пожалуйста, первый ее тип чтения – это сильная позиция, открытый ударный слог, она читается как ии. Для тех, кто боится транскрипции, посмотрите, как пишется длинный звук ии. Ничего страшного, палочка, точечка, двоеточие, обозначающие длинноту звука. И пониже у нас буква ию. Буква ию в открытой позиции под ударением, то есть в сильной позиции, читается ию, транскрипция. Вот эта штучка значит ию, она как буква джей выглядит, да? Но в транскрипции она значит ию. И дальше длинное у, у и двоеточие. Примеры. Тьюб, тьюн, дьюб, кьюкамбер, кьюкамбер. И это то, о чем как раз я только что говорила. Куда ударение? Вот. На первый слог. Кьюкамбер. Я говорю кью, а потом все остальные я говорю кмбер, кьюкамбер. И, и. Невнятный звук. Все без ударения, невнятный звук. И, пид, ми, би, уи. Читаю это исключительно для вас. Надеюсь, что если вы кто-то чего-то не знаете, вы за мной повторяйте. Посмотрим на букву Эй. Буква Эй супер важная, полезная. И первая буква алфавита. Посмотрите, как она читается. Эй. Транскрипция Э и И. Кратенько. Эй. Плейн. Нейм. Дейт. Мэй. Это тоже открытый слог, потому что Y это гласная. Да? Во всех этих случаях она читается Эй. Буква Оу. Пожалуйста. Посмотрите, как записывается звук Оу, чтобы не бояться. Он не такой вот русский. Оу. Он Оу. Видите? Нежный. Этот звук. О. Он такой вот нежный. Как раз таки это невнятный звук. Оу. Вот такой вот звук. Пожалуйста, повторите его за мной. Но я уверена, что с этим звуком у многих есть проблемы. Оу. Не Оу, а Оу. Мягонько так. Нос. Записка или нота. Смоук. Курить. Тон. Тон. Не тон. Понимаете? Не русский. Тон. Мягко. Не смоук. I don't smoke. А smoke. I don't smoke. Я не курю. Мягко. Попробовали сейчас? А ну-ка, плюсики мне, пожалуйста, кто попробовал звук Оу. Я очень рассчитываю на вашу самостоятельность. Потому что если мы сейчас по одному начнем подключаться, я буду вас проверять. Мы сойдемся с ума здесь. И не добьемся ничего. Поэтому чисто на вашу ответственность взрослых людей. Итак, какие звуки я для вас еще не отсветила? Ай, ну и вай. Вай у нее единственное, что нужно запомнить, что она тоже как ай читается в открытом слоге. Вай, май, тайп. Вай. Видим, да? Итак, что нужно запомнить? Запомнить нужно то, что когда гласная наша, любая из шести гласных английского языка стоит в сильной позиции, а сильная позиция – это открытый слог под ударением, она читается ай. Именно поэтому у людей возникает огромное количество проблем. Например, вы видите вот такое слово. Вот такое слово. Или вы видите вот такое слово. Я пишу сейчас в комментариях. Посмотрите, пожалуйста, туда. Как вы читаете эти слова? Вы все понимаете сейчас? Вот смотрите, это как будто бы книжка. Вы все понимаете, что я написала вам диарею, и вы все понимаете, что я написала вам диафрагму. Я даже спрашивать не буду. Ясно, что вы это понимаете. Это написано английским языком, но считайте русским. Потому что это все из греческих и латинских корней. Да, еще раз происходит. Окей. Как читать эти слова? Вот русскими буквами сейчас пишите мне, как вы читаете оба слова. Первое и второе. Пожалуйста. Почему я вас так тряплю с этим? Потому что именно из-за этого вам лектор скажет enteritis, и вы не будете понимать, что он сказал enterit. Просто потому, что вы не узнаете это слово. А не узнаете вы его по причине одной маленькой буковки. Буковки I, которая по правилам английского языка читается как I. Диарея диафрагм. Так, диарея. Кать, а диафрагму как? Андрей читает. Диарея диафрагм. Диафрагм. Вот мне больше всего нравится, как Катя написала. Пожалуйста, обратите внимание, все остальные. Диафрагм. После есть звук, не диафрагм, а диафрагм. Да? Диафрагм. Может быть там звук не А, а немножко Э. Диафрагм. И разумеется, он даже не А, а Э. Но это не суть. Вот, даже буква Я появилась у Лены. Отлично. Диарея. Диарея, да? Диафрагм. Очень неплохо, очень неплохо, очень неплохо. Смотрите, как правильно читать. Диарея. Пожалуйста, повторите за мной. Диарея. То есть, кто думал, что это диарея? Нет, это буква I. Но все остальные написали рея, а оно читается диарея. Почему читается диарея? Потому что буковка И, предпоследняя буква этого слова, не прощается диарея. Это буква И. Она стоит в открытом слоге, после нее гласная. И диафрагм почти все, а, собственно, все написали правильно. Просто не диафрагм, а диафрагм, больше похоже на то, что написали Катя и Лена. И именно по этим причинам, что вам говорят диарея, и все. Вот все, реально, большинство людей выпадает в осадок в этот момент. Другой пример приведу, очень простой, антибиотикс. Антибиотикс, что я сейчас сказала? Антибиотикс. И Андрей. Ну, Андрей, догоняйте. Что вы думаете? Я сказала. Пока у нас две версии. Вот. Света и Андрей в лидерах. Лена. Молодец, что поправила себя. Антибиотикс. Антибиотики. Но, конечно, задание было не на это, а на то, чтобы вы услышали биотикс и поняли, что это биотики, да? Почему? Потому что я... Вы молодцы все, что вы сейчас это поняли. Но я вам клянусь, что я очень много встречаюсь с людьми, которые слышат антибиотикс, и все. То есть шоры упали. Мы не понимаем. Это большая проблема, и проблема заключается в недостаточном владении правилами чтения. Поэтому то, что я сейчас вам даю, если кто-то из вас это все проходил внимательно и так далее, круто, молодцы. Но у многих не было шанса. Очень часто этому просто не учат, поэтому мы сейчас на этом останавливаемся. Итак, мы поняли, что суффиксы бывают разные, например, enteritis, и суффикс айтис вызывает большинство проблем. Это очень частый суффикс в воспалениях, и очень часто из-за него ничего не понятно. Итак, у нас есть пять правил медицинской терминологии. Мы по ним очень быстро пройдемся. Написано куча текста, но мы не будем кучей текста заниматься, а очень быстренько. Five rules to medical terminology. Обратите внимание, я опять говорю terminology. Звук "-э", terminology. То есть это не terminology. Ни в коем случае. Terminology. Первое. Если суффикс начинается с гласной, то тогда уберите, уроните, потеряйте соединяющую гласную. Хороший пример, пожалуйста. Гастро – это стомак, это combining form. Но так как суффикс "-ик", то мы получаем gastric, "-о", теряется. А вот если у нас лоджи, которая начинается с согласной, то терять ничего не надо. И мы видим на следующей страничке, что гастро-ло-джи. Я думаю, здесь все понятно, но я вас вот что прошу. Так как у нас интенсив сегодня, пишите вопросы сразу. Вот если я говорю что-то непонятное, или надо еще раз пояснить, или остановиться, пишите сразу. Потому что потом мы пойдем просто дальше. Я оставляю вам это руководство, я оставляю вам эти буквы сочетания, вы сможете очень много из этого узнать. Просто безумное количество полезной информации, и многое, возможно, для вас будет новым, возможно, нет. Но классно систематизировано. Вопрос в том, что если вы сейчас ничего-то не уловите, вам будет трудно дальше. Поэтому вопрос сразу. Значит, для того, чтобы нам определить, перевести слово, очень интересно, что мы перевод начинаем с конца, как бы. То есть, разбирая слово subgastric, нам говорят о том, что, вот видите эту стрелочку, да, сейчас, где моя стрелочка вообще потерялась. Сейчас, 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 вот моя красная стрелочка. Вы видите, что вот эта стрелочка нарисована вот так. То есть, мы читаем с конца. Почему? Потому что ик обозначает относящийся к, и дальше у нас поджелудочному пространству. То есть, от суффикса, потом к приставке и потом к корню. Вот так. Конец, начало, центр. Вот такая вот история при переводе, относящаяся к поджелудочному пространству. Понятна эта схема? Читаем от суффикса, то есть, суффикс, потом приставка, а потом корень. Почему? Потому что суффикс и приставка добавляют свои оттенки значения к корню. Корень в центре всей этой истории. Но именно где, что и как обозначает суффикс и потом уже корень. Всем ли это ясно? Вот что написано. Define the suffix, followed by the prefix, and then follow through. Определите суффикс, потом приставку и потом идите насквозь, как нарисовано этой стрелочкой. Всем ли понятно или кто-то запутался? Если понятно, плюс. Если запутался, минус. Пожалуйста. Давайте обратная связь. Или понятно. Отлично. Если у нас, прекрасно, молодцы. Если у нас следующее пошло правило, которое заключается в том, что если у нас больше, чем один корень, we keep the combining vowel between roots. Это как раз тот случай, когда в термине у нас не два, а три корня. Да, вот мы с вами читали три части в данном случае. Три части – это значит один корень, второй корень и суффикс. Три части в медицинском термине. Два из них корни. Гастер и энтер. Гастроэнтерология. Гастроэнтерология. Мы сохраняем combining vowels. Переводим мы это слово study of stomach and small intestines. И мы именно идем вот таким образом. Суффикс. Первый корень, второй корень. И получаем definition, определение study of the stomach and small intestines. Изучение желудка, наука о желудке и тонком кишечнике. Все по той же логике. Ок. Четвертое. Анатомический порядок. Перечисляйте корни в анатомическом порядке. List the roots in anatomical order. Здесь очень важно. Это важно для того, как мы называем мышцы, связки. Знаете, они часто же называются как? По костям, к которым они прикрепляются. По каким-то областям и так далее. Это в анатомическом порядке. Что значит в анатомическом порядке? Мы строим свои термины в анатомическом порядке. Что это значит? Какой-такой анатомический порядок? Коллеги, что за анатомический порядок нам нужен? Так, товарищ, давайте так. Если не знаю, пишем минус или не знаю. Ну, как бы не молчи. Потому что молчание, оно просто задерживает наш интенсив без всякого смысла. А, ну, в смысле гастроэнтерологии, рот, пищевод, желудок, кишечник. Но дело же не только в гастроэнтерологии, да, Елен? Это общее правило. Общее правило. Поэтому это может касаться пятки. Сверху вниз. От желудка и по порядку. А почему от желудка? Вы тоже про гастроэнтерологию мне говорите? Я, в принципе, спрашиваю. Здесь речь идет, да, вообще. У человека есть сверху вниз. У собаки нет сверху вниз. У собаки есть краниально и каудально. Правильно? Соответственно, ваш ответ сверху вниз – это человеческая медицина. Откуда начинается анатомический порядок? Давайте без сверху вниз, потому что это прям, ну, как бы, не про собачку и не про кошечку даже. Так, хорошо, а вперед-то где? Где краниально? Так, допустим, что вперед там, где краниально. А что значит краниально? От начала любой системы. Начало любой системы. Рот краниально. Отлично. Что значит само слово краниально? Что такое краниально и каудально? От головы. Спасибо вам большое. Неважно, змея у нас, или хорек, или собака, или птица, или черепаха. Вы же понимаете, что животные тоже все совершенно разные. По классам, отрядам, по просто своим жизненным формам, да, совершенно разные. Есть пресмыкающиеся рептилии, птицы, которые летают, есть рыбы, которые плавают. Но правило-то универсальны. Правило говорит о том, что мы считаем от головы. Кто знает исключения из этого правила? Кто знает, есть редкие случаи, когда мы называем, не знаю, отлично. Кто-нибудь знает, например, какие-нибудь, я подскажу, суставы, которые называются вот не анатомическим? Вот смотрите, единственным примером является сустав. Давайте вспомним, как у нас самые первые позвонки. Какие вы там суставы знаете? От черепа. Какие там суставы? По-русски пишите. Английский сейчас не проверяю. Просто хочу, чтобы вы это понимали, потому что терминология очень во многом связана с анатомией. Так. Ну, атлант-позвонок, правильно. Какие суставы мы знаем, связанные с этими позвонками? Атлант, он же соединяется у нас с чем и с чем? Как называются суставы? Атланта аксиальный. Ой, кто там О пишет? Катя, какой еще аксиальный? Не надо, давайте по-русски грамотно будем отвечать. Нестабильность. А, атлант-аксиальный нестабильность. Окей, нет. Название сустава. Атланта аксиальный. Правильно? Атланта аксиальный. Это значит, соединение с чем? Кто с кем соединяется? Первый позвонок с черепом. А называется сустав атланта аксиальный. Хотя аксиальная кость, затылочная кость, они у нас сначала, а потом атлант. Это единственный сустав, который называется не в анатомическом порядке. Атланта аксиальный сустав. Все остальные будут называться правильно, потому что дальше пойдет все по порядку. Вот такое вот есть исключение, и это может быть вам интересно. И если мы сегодня дойдем до суставов, если кому-то это интересно, то там про это немножечко будет. И также подругое человеческое название атланта аксиального сустава и другие интересные истории. Итак, освежили, что такое анатомический порядок. Прекрасно. И пятое правило. Not all terms break down exactly. Не все термины можно так точно разделить и перевести. Это неприятное правило. Здесь написано о том, что это вызывает часто фрустрацию у студентов, то есть растерянность. Это так. Не всегда все термины мы можем очень хорошо как-то переводить. Например, приведено хорошее слово orthopedic. Хотя, конечно, мне кажется, здесь немножечко лукавит автор. Orthopedic. И нам показывают, что часть ortho это значит прямой, а пед это child, да, ребенок, то есть это все, что связано с педиатрией, да, а ик это, соответственно, относящийся к, и, соответственно, если переводить термин orthopedic, получается, относящийся к прямому ребенку. Pertaining to a straight child. Ну, ясно, что ни про какого прямого ребенка здесь речь не идет. Единственное, что я думаю, что, возможно, педик родилось от под, а под это ноги, да, и, возможно, уже это от прямохождения, да, родилось вот это вот, но по дороге поменялось гласное, и теперь это не подик, а педик. Ой, я извиняюсь, но так случайно получилось. И как будто получается педиатрический корень. Ну, это простая путаница, она явно сложилась как-то исторически, но сейчас мы не можем уже так четко. Если мы будем следовать учебнику и поделим or, то, и потом отделим у нас корень ped, то получится вот такая неприятная история, относящаяся к прямому ребенку. Итак, правила покрывают большинство случаев, но они не универсальны. Здесь дальше нам дается много советов про то, как нам нужно действовать, но это ладно, а самое главное для нас вот, combining forms. Значит, здесь у нас перечислены, вот такая вот у нас страничка с вами, у нас здесь перечислены большинство форм для начала, да, для начала. Итак, я вам их прочитаю. Пожалуйста, слушайте внимательно, что я читаю, потому что вам понадобится потом их правильно произносить, мало ли как вы это произносите. Итак, форма arthro – это joint, joint – это сустав. Bio – это life, то есть жизнь. Carcino – это cancer. Cancer – это рак. Carcino – обратите внимание, что ни в коем случае не carcino, да, то есть карцинома, мы это знаем, и мы хотим букву си, во-первых, многие называют ее ц по латыни, а во-вторых, читают ее ц, где не встреть. Дальше мы можем увидеть примеры, cardio – это heart, а вот здесь cephalo – head, голова, и люди читают cephalo. Почему? Потому что привыкли. Карцинома, cephalo – что угодно, и гидроцефальный, да, например, по-русски. И это почему? Потому что в латыни это буква ц, однако, еще раз, с уважением относитесь к английскому языку. Это carcino, carcino – это очень важно, а это cephalo – это звук с, вот здесь carcino, и здесь с. Теперь вы можете спросить меня, а почему здесь к, carcino, cardio. Например, вот дальше, коло, колоно. Продолжение следует... Касаемо large intestine, который по-другому называется колонн, да. Почему здесь всюду к, а вот здесь, например, cephalo и carcino – почему с? Кто знает ответ на этот вопрос, поделитесь, пожалуйста, знаниями. Когда буква с читается как к, когда буква с читается как с? Не расстраивайтесь, что я сейчас трачусь столько времени на чтение. Я уже пояснила вам, почему это нужно. Катя не знает, кто знает. Потому что, потому что, вот видите, вот сейчас, если кто-то будет знать, очень будет здорово. Но вот сейчас пока три человека не знают. И это создает, я уверена, проблемы в чтении новых слов. Но главное – Андрей не знает. Так, ну, кто у нас тут остался? Я, Елена, потому что, опять-таки говорю, вы, когда учитесь, этому вниманию часто не уделяется. И люди не знают правила, и все очень-очень сложно получается для них. И потом они не понимают слов. Вот реально, cephalo будет непонятно, потому что вы привыкли читать это cephalo. На письме вы термин поймете, а что же делать с речью, как вы будете говорить и как вам скажут. Реально не поймете. Именно поэтому. Лена, вы с нами? Вы знаете правила? Или, а, если Лена долго отвечает, может быть, она пишет нам правила, да? Может быть, она знает. Мы можем еще чуть-чуть подождать, и я пока почитаю вам следующие примеры. Ждем ответа Лены. Есть корень cyst, и это to cut, резать. То есть cyst, это связано с удалением чего-то, разрезами. Cyst, это связано с urinary bladder. Urinary bladder. А, вас выкинуло. Лена, знаете ли вы, когда читать букву си как к и букву си как с? Вот, ребята, не знают. Вы знаете правила? Cyst, это urinary bladder. Кто такой urinary bladder? Это мочевой пузырь. Или непосредственно касается cyst, а cyst это киста. Киста, а это читается cyst по-английски. И следующий пример, sit, это cell, а cell это клетка. По-русски это все цито. Вот кто у нас сегодня интересовался цитологией, вы, наверное, знаете, что вот этот корень, сейчас я его по буквам читала, да, как бы по-гречески, а по-гречески это cyto. То есть цитология у нас cy-to-lo-джи. Cyto. Почему cyto? Потому что y в открытой позиции читается как i. Правила. Правила пишу вам в комментах, потому что у меня и ни у кого нету карточки на эту тему. Значит, все очень просто. Если буква си встречается с a, o, сейчас я вам напишу, o, u, или согласный, или в конце слова стоит, то она читается как k. Cy встречается с, это значит, что после нее идут. Если после буквы си идут, a, o, u, согласный, или она стоит в конце слова, она читается как k. В остальных случаях она читается как s. Кто мне подскажет, а что же это за остальные случаи? Что, собственно, осталось? Знаете, как в этой шутке-то детской? a и b сидели на трубе. a упала, b пропала. Кто остался на трубе? Вот так и здесь. Если си после нее идет, a, o, u, любая согласная, или она стоит в конце слова, она читается как k. Логически думаем, что у нас осталось? Что должно идти после си, чтобы она читалась как s? Что осталось в английском алфавите, кроме гласных a, o, u и всех согласных? Напишите мне сами, пожалуйста, правила, догадавшись о том, что же за остальной случай. Итак, си плюс, что там осталось, читается как s. Остальные гласные это какие конкретно? Давайте прям, вот я вам дала правило, вы прям пишите си плюс кто там, кто там, кто там. Русскими буквами не пишем, пожалуйста, английскими. Практикуемся. Так, прекрасно. Несколько человек сошлись на том, что нужна буква i. Еще какие у нас гласные остались? Могу поподсказывать. Вот показываю. Смотрите, у меня есть вкладки. Какие гласные у нас бывают? Так, i, y, e. Что еще? У в моем правиле. Посмотрите выше. Си плюс a, o, u. Это такие сильные, открытые гласные, как бы a, o, u. Это я сейчас грубо говорю, это для запоминания на русском языке чисто. Называть их так нельзя. A, o, u. И, вот, Ира, молодец. Итак, правило, кто там все вот ленится писать, пишу и пишу, кстати, заметьте, в анатомическом порядке, то бишь от головы, от начала алфавита. И, i, y равно звук с. Вот я вам написала это правило. Сложное ли это правило? Кому кажется, что оно сложное, поставьте плюсик. Кому кажется, что оно сложное, поставьте плюсик. Если не кому, то можно поставить минус. Уже нет. Отлично. А самый главный секрет, который мы с вами еще не раскрыли, касается того, что абсолютно это же правило действует у нас для буквы G. Мы чуть-чуть раньше с вами говорили. Я обещала объяснить. А может быть, свет, оно и кажется сложным в запоминании, но можно запомнить три гласных и i, y. Запомнить, что в этом случае читается как s, а во всех остальных случаях читается как мне кажется, тогда не сложно, а вам как кажется. Если запомнить только вот эти три истории. Касаемо буквы G. Пишу правило. Если G встретилась абсолютно так же с A, O, U, согласно, или в конце слова, она будет читаться как G. Это большинство случаев. Если же она встретилась, и Света снова запоминает это правило, если же G у нас встретилась с E, I, Y, она читается D, J. Сейчас я вам напишу это. О! Те же самые гласные делают мягкий звук. То есть, грубо говоря, у буквы С есть твердый звук К, и мягкий звук С. У буквы G есть твердый звук Г, и мягкий звук Дж. И вот мягкие гласные E, I, Y, они вызывают мягкость в этом звуке. Дж, С. А твердые такие гласные, A, O, U, такие A, O, U, можно запомнить по-русски. Разумеется, все согласные, они же жесткие. И когда она стоит в конце слова, она служит своеобразной опорой, буква получает звук твердый. Например, К или Г, если это соответственно С или Дж. Понятно ли это? Пригодится ли вам это в жизни? Напишите мне, пожалуйста. Потому что это, на самом деле, подход к чтению любого слова, в котором вы встретили букву С. Ах, вот оно как! Вот это, я понимаю, реакция. Света, проще в примерах запомнить, но если на стеночку повесить, или, например, просто запомнить, E, I, Y дает мягкий звук, и это касается обеих согласных, у которых два варианта чтения, то вам будет проще. На примерах, пожалуйста, Екатерина и все остальные, Ирина, кто сказал спасибо, пожалуйста. Да, вы знаете, нужно знать правила. Почему? Потому что вот этот разговор, английский язык исключения, черт его знает, как там хе, кто там нам написал. В общем, неизвестно, что, как читать. Известно, но люди утаивают эти знания друг от друга по какой-то неизвестной мне причине. Итак, открыв вам данный страшный секрет, давайте же, как Света просит, на примерах, еще раз, Carcino, слово Cancer, рак, наверное, всем вам знакомо, но сейчас вы можете уже осмысленно понять, почему Cancer, Cancer. Почему Cardio, Почему Cephalo, Почему Cys, Почему Colo или Colono, Почему Cyst и Почему Cytle. Сейчас все понятно в этих примерах, почему это все время меняется, потому что здесь I, здесь I, здесь Y. Все, все очень просто. И IY это С. Отлично, пошли дальше, дальше будет проще, секретом поделилась, все рады, пошли дальше. Dermal, skin, dermato, тоже skin, electro, electricity, encephalo, пожалуйста, encephalo, все повторите сейчас за мной, не c, понимаете, не encephalit. О, кстати, а как сказать encephalit по-английски? Напишите мне, пожалуйста, русскими буквами, русскими буквами сейчас, как он будет читаться. encephalit. Ну, мы все знаем, что вот encephalo, это brain, от encephalon непосредственно, да, которые значит brain. Ну, дальше entero, small intestine, это я болтаю, пока вы пишете. Вот, кто же молодец? Во-первых, первая успела, а во-вторых же правильно все написала. Ирочка, не c и не itis. Блин, опять, вот именно, что же, блин, опять, вы видите, насколько латынь сидит нас сильно, насколько мы неуважительно относимся. Света, encephalitis, Елена, да, encephalo, а воспаление, воспаление, вот что мы сейчас пишем, воспаление вещества уже мозга, да, потому что именно encephalit, это когда воспаляется уже вещество мозга. Ну-ка, ну-ка, все давайте дописали. Вы что думаете, если Света одна написала, а вы такие сидите? Катенька, это что? Как будет воспаление? Вы мне по-русски пишете, а я прошу русскими буквами написать, как будет звучать слово воспаление мозга по-английски. Я не могу его для вас произнести, вы тогда запишите. Ира, молодец, поправилась. Андрей, подтягивайтесь. Катя, исправляйтесь. Лена, напишите воспаление. И я еще кого-нибудь... Вот, почти, но у вас тоже нету... Вот, Катя, молодец. Андрей, исправляйтесь. Исправляйтесь. Чего у вас? Ити-сто опять. Мы же только что про это поговорили. Смотрите, вот мы поговорили, но насколько же сложно это уловить и уложить. Вот сегодня этим мы занимаемся. Молодцы. Все уже почти. Лена, исправляйтесь. Давайте. Можете просто сейчас повторить за остальными. Энцефалайтис. Все повторяем. Энцефалайтис. А сейчас, до того, как мы с вами дойдем до этого места, а, кстати, вот в этих корнях этого не будет, а напишите мне, как будет воспаление оболочек головного мозга. Ну, в качестве подсказки я могу сказать, что по-русски это называется менингит, а вы мне пишите русскими буквами, как произносится слово менингит по-английски, потому что с менингитом сколько проблем у людей, с энцефалитом и то меньше. Итак, энцефалайтис, воспаление вещества головного мозга. Ну, так, еще два человека, на которых надежда сейчас. Так, надежда тает. Надежда моя тает, потому что осталась у меня только Ира, и она тоже пишет менингитис. Катя, зачем вы пишете менингитис? Нет, не майнингитис. Смотрите, я вам сейчас покажу, как он пишется. Вот, посмотрите, майнингитис там никак не получается, но давайте-ка мы... Вот сейчас я вам написала, вам было, наверное, трудно представить, я написала. Посмотрите все на слово, кто догадается, чего у вас у всех нету, чего не хватает, что написали неправильно. Менингитис. Ой, какая Ира молодец. Товарищи, давайте все Ире сейчас тихо поаплодируем. Ой, Катя, это что? Это вообще что-то не то. Смотрите, менингитис, и все повторите за Ирой. Менингитис. Почему менингитис? Да потому что джи встретилась с буквой Ирой. Когда джи встречается с И-Ай-Вай, она читается джи. Вот, Света, пожалуйста, на примерах, на примерах запоминаем. Менингитис. И вы представляете себе, Андрей, спасибо, молодец, Катя, пишите, не, знаете, не филонтия, то есть вы напишите, вы запомните, человек, он воспринимает на слух, зрительно, и он воспринимает двигательно, то есть если вы это пишете, часто ваш мозг запоминает, что вы записали. поэтому все используйте все возможности своего мозга. Я не знаю, кто из вас какой наиболее сильной стороной учится, кто на слух, кто зрительно, кто двигательно, поэтому используйте все. Я пишу еще в тетради. Молодец, Лена, молодец, только остается похвалить. Менингитис. Подчеркните здесь букву джи, кто пишет в тетради, что она встретилась здесь с ай. Еще раз посмотрите на правила. Джи плюс И-Ай-Вай это дж. И вы представляете себе, что происходит с людьми. Они приводят на лекцию и там говорят Менингитис. Да они вообще не понимают, куда они пришли. Просто Менингит это Менингит. Вы видите, как написано слово Менингитис. У вас даже мысли нету его произнести, когда вы читаете. Вам же понятно, что это Менингит. Зачем вам произносить это слово? Вы не утруждаете себя и отсюда вы не знаете, как это слово читается и пишется. Ну, пишите на всякий случай тоже, кто зрительно может запоминать. Я до того вам написала крупными буквами правила. Запишите их тоже на какую-то бумажку. Вот эти вот Си плюс И-Ай-Вай, Джи плюс И-Ай-Вай, да, и остальные случаи. И тогда визуально сможете запомнить. Поехали дальше. Такие мы молодцы. Даже Менингитис уже с обгонянием прошли. Дальше. Эритро. Эритро. Здесь мягкий Т. Эритро. Это значит red. То есть эритроциты. Это значит красные клетки. Да, просто красные клетки. То есть это просто цвет. Греческий цвет. И мы произносим это эритро. Почему мы произносим это эритро, спросите вы? Да потому что буква Y в закрытом слоге. Давайте посмотрим на второй тип чтения, который есть у каждой гласной. Второй тип чтения это слог закрытый. Закрытый это значит, что после гласной идет согласная. И как бы запирает ее в таком замке. она в домике из согласных. System. Gym. Myth. System. Это система. Gym. Обращаю ваше внимание. Дж. Gym. Это гимнастический зал, то бишь фитнес. Я хожу в фитнес, занимаюсь спортом. I go to the gym. Myth. Myth. Это греческое слово миф, который у нас существует. Вот здесь. Вот, пожалуйста, буква I в закрытом слоге это тоже. И посмотрите, как обозначается I для тех, кто боится транскрипции. Pin. Tin. Did. Big. Большой. Pin. Кнопка. Tin. Это такая небольшая консервная жестяная банка. Did. Сделал. Вторая форма. Обратимся к закрытым слогам в других случаях. У других гласных. Буква I дает нам краткий звук Э. Краткий звук Э записывается вот так, как сама буква И. И это значит Э. Pen. Bed. Red. Кто такой pet? Питомец. Pen. Ручка. Bed. Кровать. Red. Красный. Буква U в закрытом слоге дает нам звук А. Но зачастую звук У. И с этим ничего не поделаешь. Ну, достаточно редко. Bass. Cup. Match. Duck. Автобус. Чашка. Match. Много. Duck. Утка. Видите, как обозначается звук А? Смотрите, это не русская буква А. Это такой домик без перекладинки. Это чистый звук А. Ну, и чтобы сразу же закончить с этим, как у нас читаются гласные Эй и Оу в закрытом слоге. Эй дает звук, который в школе нам называли бабочкой. Посмотрите. А что такое на самом деле эта бабочка? Это как будто бы звук А, переходящий в звук Э. Видим? Средний звук между А и Э. Открываем рот пониже, не пошире, а пониже. Челюсть падает вниз. Это А, переходящее в Э. Вот такой звук. Не путать БЭГ, да, или БЭГ. Кто знает БЭГ, плохой, не путать с кроватью БЭД. Когда мы говорим звук Э, краткий звук Э, у нас губы разлетаются в стороны. Попробуйте Э, Э, губы в стороны. Это узкий щелевой звук. Э, ПЭД, ПЭН, БЭД, РЭД, вот как это произносится. А если мы говорим звук Э, то мы открываем рот вниз. Сейчас попробуйте сделать это утрированно, нарочно, в жизни вы так разговаривать не будете, но почувствовать надо. БЭГ, ФАД, ФЛАТ, ПЛАН. Иногда вы слышите тут А, иногда Э, это и есть бабочка. А переходящая в Э, глубокий звук Э. Вопросы по разнице между глубоким и узким звуком Э. Глубокий от буквы Эй в закрытом слоге, а узкий от буквы И в закрытом слоге. Вопросы есть? Вопросы Пока нет. Если есть ребята, пишите сразу, серьезно говорю, я говорю один раз. Видите, и так мы к айтису вернулись, к дж, менинджайтис, вернулись, потому что хочешь, не хочешь, ты про это напоминаешь, вы же сразу не можете заставить свой мозг по-новому работать и переключаться. И последняя гласная, шестая, оу, еще раз напоминаю, в открытом слоге это нежное, оу, вот так оно записывается, а краткий звук о, пишется вот так. Видите, буковка оу, только не дописанная до конца, колечко не замкнулось. О, бокс, нот, клок, топ, коробка, нет, часы, вершина, бокс, нот, клок, топ. Очень крутая штука, поможет вам в жизни, если вы будете ею пользоваться, поэтому для того я ее выложила, надеюсь, что вы все видите, как это скачать, если нет, вам Юля в любом случае пришлет это все на почту позже. Главное, что вы понимаете, что правила есть, они нету, они существуют, ими можно пользоваться, и они нам очень сильно помогут. И еще раз вы видели, что Y в закрытом слоге читалось как Y, эритро, гастро, все просто, G встретилось, A, G. Дальше, глико, глико, это связано со словом щуга, удивительное слово щуга, запомните, что вот это S почему-то читается как Ш, это неизвестно почему, просто факт, щуга. Ну, про глико мы все знаем, почему это G, потому что после нее идет согласное. Дальше, гнозо, это knowledge, knowledge, это знания. Все понимают, почему я это слово читаю knowledge, knowledge. Есть вопросы? Да, есть вопрос? Или да, понимаю? Блин, я теперь не знаю, что значит минус, и что значит да. Так, отлично. А кто может мне написать правило, почему я читаю это слово knowledge? Тогда я точно узнаю, понимаете вы или нет. Давайте, кто первый? Ну, это я сейчас попросила, новая история. Какое правило, почему knowledge? Не читается первая буква, а в каком случае, почему и тут именно эта первая буква не читается? Что за правило? Какая именно первая буква не читается, в каком именно случае? Все верно, все верно. Буква K не читается перед буквой N, и дело не в том, в начале ли они слова, а в том, в одном ли они слоге, если они в одном слоге. Зачастую, если это в середине слова, то K относится к предыдущему слогу, а N к следующему. Они не являются буквосочетанием. Как буквосочетание, K, N, а давайте проверим, есть она тут у нас? О, есть, смотрите, как классно! В табличке буквосочетаний, пожалуйста, K, N, это N, knife, me, no, прекрасно! А кто мне скажет, как читается? Вот это слово, раз уж мы говорим про то, кто перед кем не читается. Как правильно читать это слово? В комментах написала слово, как оно читается. Пнеумония, пнеумония, пнеумония. Еще варианты. Товарищи, Светлана, Андрей, Катя. Пнемоний? Пнемоний? Это какие-то покемоны, Свет, но явно не пнемоний. Пнемоний. Это смешное какое-то японское слово. Пнемоний. Ой, я хочу назвать каком-нибудь питомцев словом, пнемоний. Пнемония, пнемония и Света. Давайте все-таки к чему-то придем вместо японских милых питомцев. Пнемоний. Это что-то вместо тамагочи. Вот у меня такое ощущение. Пнемоний. Пнемония. Отлично. Значит, никто не знает, как его читать. Это же феноменально, товарищи, да? Это просто класс. Смотрите, точнее сказать, слушайте и внимательно, пожалуйста. Это корень пневма. Правильно? Пневма. Еще раз мы говорим о том, что это корень не английский изначально, а заимствованный. Поэтому, что пневматическое оружие, что пневмопомпа какая-нибудь, пневмонасос, я не знаю, все, что бывает пневма, то есть связанное со сжатым воздухом, да? Вообще, в принципе, читается этот корень нюмо, пэ не читается. А то, что вы написали пневмония, эу, сочетание и ю читается ю, то есть ю. Нюмония. Нюмония. Пэ нету, а там звук ю. Нюмония. Я могу, конечно, вам написать русскими буквами сейчас, но я вам советую после нашего с вами занятия залезть в какой-нибудь тезаурус или словарь в интернете посмотреть, посмотреть на транскрипцию. Мы сегодня с вами звуки проходим, вы не будете бояться, звук ю вы узнаете, потому что вы его уже видели сегодня. Просто посмотрите, как читается это слово. Никто не знает из вас, что нюмония – это пневмония. И как вы рассчитываете на слух ее воспринять? Неизвестно мне, честно. Поэтому вот, это еще один пример того, что написанная пневмония для вас очевидна и понятна, никаких сложностей с переводом нет, но на слух это адский ад. По-другому не скажешь. Нюмония. Все повторили за мной, пожалуйста. Кто рад этой новости, что это не пневмония, а нюмония? Повторила Лена. Надеюсь, что плюс также обозначает радость. Катя тоже. Давайте радоваться полученным. Я в шоке. У Иры полярные реакции идут. Блин, опять я в шоке. Я тоже. Товарищи, вот для этого мы собрали этот семинар. Да? Вот молодец. Надо сказать спасибо Урал Биавет Консалтингу и Юле, в частности. Читают они пневмонии, я согласна. Но почему? Только потому, что они изначально лекторы, не англоговорящие. И для нас это всегда плюс. Когда лектор не англоговорящий, то нам гораздо проще его понимать. Он сам с таким дурацким произношением все это читает. Если он поляк, или испанец, или не дай бог китаец, тайванец, или японец, это очень сложно им дается. Вообще английский язык в плане произношения. Да я согласна с вами. Я согласна с вами. Но все-таки очень много лекторов, они, ну, как бы вот европейцы и британцев, очень много, и очень много американцев, да, и мы понимаем, что есть правильное прочтение этого слова. Просто вы, даже боясь, не боясь транскрипции, да вы не полезете ее смотреть. Вы никогда в жизни, наверное, не заинтересовались, а как читаете это слово. Почему? Потому что вы его прекрасно знаете. Это пневмония. И здесь не о чем говорить. Да, беда науки очень происходит от того, кто вам приносит эти знания. Мы сейчас говорим о том, как должно быть. И вы тоже можете сделать вывод об уровне владения языком у определенного лектора, если он поляк или китаец, еще раз говорю, или еще кто-то, и как-то там вот так вот произносят это все. Если лектор будет из Северной Европы, это и Бельгия, и Нидерланды, и Шведы, и так далее, они в основном очень хорошо говорят на английском языке, и они не допустят такого. Это очень редко. А испанцы, итальянцы, французы делают кучу ошибок. Почему? Как вы думаете, почему итальянцы, французы и испанцы делают кучу ошибок, и вот плохо действительно владеют английским языком, даже если в целом они знают огромный, конечно, термин, могут читать лекции, все это рассказывают. С чем, как вы думаете, это связано? Это я не отвлекаюсь сейчас. Это очень важно для понимания вообще условий существования английского языка и так далее. которые, ну, во-первых, совершенно верная причина, другое произношение. Вы имеете в виду, что они из романской группы, да, эти языки, романская группа, это вот итальянский, испанский, это языки, которые напрямую произошли от латыни, взяли гораздо больше, и в плане произношения, соответственно, тоже. Но есть, конечно, и второй момент. И второй момент связан с исключительным презрением к английскому языку, которое они не только испытывают, но и проповедуют. Они вынуждены читать на английском, потому что никто не знает испанского, французского. Найти переводчика очень сложно. Ну, я говорю, удельно, да, глобально, в проценте. Ну, они против, считают Великобританию такой империей, которая проводила значительную экспансию, агрессивная, их бесит, что их языки не так важны, ведь они тоже империи в прошлом. Великая французская совершенно была империя, и испанцы колонизировали половину мира. Это правда, это правда. И, конечно же, их это просто раздражает. Поэтому имейте это в виду. Также причина, почему зачастую во Франции вам не ответят на вопрос, заданный по-английски, сделают вид, что не понимают. Понимают, нарочно не отвечают, потому что считают, что «а приехала в Париж, так и говори по-французски, а не можешь, так извини». В Испании тоже такая достаточно частая ситуация. Ну, просто люди подобрее. В французе довольно занучие уже люди. HEMO, BLOOD, мы уже обсудили. Вторая колоночка пошла, так далеко укатилась. HEMATO, это тоже BLOOD. HEPATO, LIVER, ЛИВР, печень. HISTO, обратите внимание, что это связано с словом TISHU. Кто знает, что за слово TISHU, попроизносите его, если не так произносите. Можно говорить TISHU, можно. Мне лично не нравится. Я произношу ISHU и TISHU. Два вот таких вот слова. И еще есть FISSURA, да, FISHU. Я произношу через SH. Это мое личное предпочтение. Ну, и еще раз напоминаю, что вся эта, вот эта история, это не GISTO, а HISTO. Да, это HISTO, TISHU, ткань. Совершенно верно, ткань материя, поэтому это GISTO, например, гистология. Это будет HISTOLOGY. Дальше у нас есть ЯТРО. ЯТРО, это значит, как ятрогенный, то есть связанный с лечением. Лечение это TREATMENT. TREATMENT. ЛЮЙКО. Обратите внимание на звук ИУ опять. ЛЮЙКО. ЛЮЙКО. ИУЙ. Вот такой ЛЮЙКО. Это важно, потому что, например, лейкоциты. Лейкоциты. Как мы будем читать? Кто мне может написать? Я вам сейчас напишу, как это пишется по-английски. Лейкоциты. Ой, меня там исправляют. Сейчас одну скобочку. Да ну. Ой, сейчас я вот ревью свой компьютер. Извините. Вот. Но произносить для вас не буду. Напишите мне, как вы думаете, читаются ли лейкоциты по-английски? Про ЛЮЙКО я уже сказала. Прекрасно, Света. Молодец. ЛЮЙКО САЙДС. Прекрасно. Все, пожалуйста, повторите хотя бы за Светой, если лень писать. ЛЮЙКО САЙДС. Это очень важно. Андрей, молодец. ЛЮЙКО САЙДС. Потому что ЛЮЙКО нам нужно запомнить, а САЙДС мы уже обсудили. Почему СИ читается как С? Потому что она встретилась с УАЙ. Почему УАЙ читается как АЙ? Потому что она стоит в открытом слуге. ЛЮЙКО САЙДС. Молодцы. Умнички. Дальше. НЕФРО. Да, Ира. Все верно. Молодцы. Все молодцы. НЕФРО связано с КИДНИЙ. НУЙРО. Смотрите. ЛЮЙКО. НУЙРО. Опять это звук УАЙ. НУЙРО. Связано с НЕРВ. С НЕРВ. Все ли говорят НЕРВ? НЕРВ. Звук опять как ТЕРМ. И Р под ударением дают странный звук УАЙ. НЕРВ. Потренируйтесь, если плохо получается. Как будто УАЙ. НУВ. НУВ. Достаточно говорить. Я говорю НЕРВ. У меня американское произношение. Я говорю Р. Вы не обязаны его говорить. В транскрипции вы зачастую никакого округлого Р не встретите. Будете просто УАЙ видеть. НЕРВ. Это нормально. НЕРВ. Дальше. ОФТАЛЬМО. Ну здесь не стоит застрять на том, что PH это Ф. Мы уже с вами это на СЕФАЛО встретили. На ЭНСЕФАЛО тоже. На диафрагме мы об этом поговорили. PH это Ф. Это все греческие корни. Вообще, когда вы видите PH, значит слово из греческого. Вот смотрите. Например, я вам напишу сейчас слова ФОТО. ФОТО это свет о гречески. Или там допустим ФИТО растительный. Или вот любимое слово всех, кто учит это буквосочетание. ФИЛОСОФЕЙ. ФИЛОСОФИЯ. Любовь к мудрости. ФИЛО – это любовь, а СОФОС – это мудрость. То есть, вот прекрасный пример на ФИЛОСОФЕЙ. Это сразу значит, что он греческий и все, и все. Можно дальше не волноваться. Сами англичане таких слов не придумывали. У них где Ф, там Ф. ОПТО – это связано с I или с ВИЖЕН. ВИЖЕН – это зрение. ОСТЕО – это БОУН – кость. ПАТО – это значит патологичный, то есть связанный с ДИЗИЗ – болезнью. ДИЗИЗ. Всем знакомо, надеюсь, это слово читать надо З и З, потому что С читается как З между двух классных. ДИЗИЗ. РЕЙДИО – пожалуйста, не РАДИО. РЕЙДИО – буква ЭЙ, слог открытый и ударный. РЕЙДИО – связано с ЭКС-РЭЙС, то бишь с рентгенами. РИНО – не РЕНО. РИНО – потому что буква И стоит в открытом слоге. РИНО – связано тоже с КИДНОЙ. А вот это, как мне прочитать вот этот корень, кто мне подскажет, связано с НОСОМ. По-русски мы говорим РЕНО – не знаю, что-нибудь связанное с почкой, почему мне ничего не приходит на ум сейчас, не знаю. А с НОСОМ, например, там, операция, да, мы говорим РИНО – ПЛАСТИКА. Вот и написано, как англичане, американцы прочитают этот корень. Напишите мне, пожалуйста. РИНО – прекрасно, Андрей был первый, просто молодец, и все остальные тоже молодцы. РИНО – РЕЙЧ читается как Р просто, а так как это буковка И, то мы читаем РИНО. Ну, молодцы, или вы это знали, или вы сейчас догадались. В обоих случаях вы молодцы. САРКОЛ, САРКОЛ, не САРКОЛ, а РО очень округлый, или его почти нет, САРКОЛ, длинное А. КОННЕКТИВ ТИЩУ – это соединительная ткань, связанная соединительной тканью. СЕКТО – это что-то отрезать также, да, это все секции, которые у нас есть, по-английски СЕКШН. ФРОМБО – это КЛОД и КЛОТСИНГ. КЛОД – это что такое? Кто знает, что такое КЛОД и что такое КЛОТСИНГ? КЛОД – это КЛОД. Ну, да, потому что, ну, опять-таки, ТРОМБ – это ТРОМБ, да, мы должны что с вами делать? Мы должны брать корень, который взят из латыни, и переводить его на английский язык. Вот что здесь делается всю дорогу, посмотрите, вот корни, а вот английские слова, правильно же? Вот, поэтому, молодец, Ира, которая написала, что это сгусток, а КЛОТСИНГ – это процесс сгущения, то бишь, сворачивание крови, да, КЛОТСИНГ – это процесс, ИНГ – это всегда процесс. И последнее, ЮРО, и, пожалуйста, это не УРО, это ЮРО, буква Ю читается, как в открытом слоге. Как? Как называется Ю, и, соответственно, как будет читаться моча, как будет читаться мочевыводящие пути, мочевыводящий тракт? Можете мне написать вот эти два слова? Как они читаются? Слушайте, простите, что я вас заставляю русскими буквами сегодня писать, но если вы будете подключаться и читать, это будет дольше, а транскрипции писать – это что? Это я не знаю даже, как это сделать, у вас нет такого на клавиатуре. Поэтому подручными средствами справляемся, ребята. Так, 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 ну, там всего две буквы Ира в корне. Значит, давайте догадываться, эта буква как называется? Она называется Ю, она в открытом слоге, потому что О потом идёт, да, значит, это она и читается, как Ю. Света, Лена, все, кто пишет Юрайна, в вашем случае вы предполагаете, что у вас два ударных слога. Вы и первый слог прочитали как ударный, и второй. Такого не бывает в английском. Вообще-то это характерно только для составных слов, вот как пара, воз, да, хотя там и то. Надо длинные слова, чтобы ударение было в слове два. Не знаю, там, гастроскопия, да, нужно и гастро, и скопия выделить. Вот такой вот пример, например. А вот в коротких словах так не бывает. Да, Света, это Юрин. И кто мне? Катя написала Юринэри. Давайте повторим. Юрин и Юринэри. Ударение падает только на Ю. Все остальные гласные, как я уже говорила, читаются невнятно. Поэтому не впадайте в отчаяние, почему Ай не читается, как Ай. Да на нее не падает ударение, она не стоит в сильной позиции. Только Ю здесь стоит. Юрин, Юринэри тракт. Понятно? Освежилась в памяти сейчас про ударение? Все поняли, почему это Юрин и Юринэри? Если не поняли, задавайте, пожалуйста, вопросы. Отлично, Лена, спасибо за реакцию. И тут есть небольшой комментарий. Комментарий этот очень всегда хороший. Вот посмотрите, пожалуйста, на него. Молодцы, что все поняли. Называется ТЭК-ТИП. ТЭК-Технически это всегда ТЭК. Не ТЭК, а ТЭК. И не ТЭЧ. Почему стиль называется Хай ТЭК? Вот этот корень ТЭК, он тоже пришлый и тоже считается К, как стомок. ТЭК-ТИП 1.1. То есть техническая подсказка. ТИП это всегда подсказка. 1.1. Do you know when to use reno versus nephro? Рено против нефро. Когда использовать в отношении почки? Рено, корень или нефро, ведь они оба относятся к почкам, да? Можно запутаться. Нам поясняют. Рено may only be used with the suffix AL. Нефро can be used with a variety of suffixes to describe a condition, usually abnormal, of the kidney. Резюмируем. Рено можно использовать только с суффиксом AL. Это значит, что слова, которые возможны, это только один вариант. Вот это слово, пишу в комментах, renal, это значит почечный. Так? Так, только в этом случае, только слово renal мы можем использовать. Дальше идут приставки, да, те же самые adrenal, например. Что такое adrenal gland? Надпочечная. Adrenal. Правильно? Ad это же приставка, которая тоже обозначает над. Все это понимают, что adrenal gland это надпочечная железа. Adrenal gland. Кто понимает, пожалуйста, поставьте плюсы, а кто нет, спросите меня что-нибудь, если здесь что-то непонятно. Молодцы, молодцы, пошли плюсы. Хорошо, прекрасно. Итак, а нефро уже для всех остальных. Нефриты, нефропати, там любые суффиксы дальше. Это все с нефро и написано can be used with a variety of suffixes to describe a condition usually abnormal of the kidney. Может использоваться с разнообразными суффиксами, чтобы описать состояние, обычно патологическое. Все понимают, что abnormal это значит патологическое, of the kidney, ну то есть состояние почки. Abnormal это не значит ненормальный или псих, это значит патологический. Давайте, я уверена, что вы это знаете, но на всякий случай мы на этом заострим внимание. Прекрасно. Итак, это были базовые корни. Теперь prefixes и suffixes. Давайте посмотрим немножечко. Это я нахожу свою стрелочку сейчас, гуляю тут. Prefixes. Если префикс a или n, это значит противоположный или без. No, not, without. Противоположное значение нету, не или без. Brachy. Brachy. Не chi, а he. Brachy. Это значит short, короткий. Daya. Daya это значит through или complete. Сквозь, через что-то или полный. Dolichor это long. Endo это значит in, within, внутренний. Epi это above, upon, on. Это над и выше. Exo. Это out, away from, то есть ex и ex это наружнее, снаружи, на удалении от чего-то. Extra это тоже значит outside. И теперь у меня к вам вопрос. Как читается вот эта приставка, которая значит свыше, избыточный. И вот эта приставка, которая значит недостаточный, ниже, под, меньше нормы. Deficient, below, under, less than normal. Как они читаются? Ой, Света молодец. Пишет hyper. А вторая... Вот эта приставочка, которая значит недостаточная. Которая по-русски гипо, хайпо. Отлично. Итак, гипер и гипо. И таких слов у нас очень много. Да, Света, все верно. Пожалуйста, все остальные обратите на это внимание. Ведь слов с гипер и гипо любыми явлениями огромное количество. И вот представьте себе. Человек говорит вам, ну не знаю, что бывает у нас. Давайте какой-нибудь пример. Да, 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 Андрей, все верно. Например, что у нас бывает гипер... гипер что? И вот мы... Это вообще прекрасный пример. Гипергликемия. Прекрасно. Вы вообще понимаете, как произносится это слово? Вот корень глик мы с вами только что брали. Приставка гипер перед вами. Ну, эмия, гликемия. Это все там понятно, как пишется. Это суффикс, который обозначает некое состояние. Мы до него тоже дойдем. Ой, давайте посмотрим. Вдруг он у нас тут есть. Ой, смотрите, есть. Товарищи, смотрим на суффикс эмия. Вот он. Эмия обозначает blood condition, то есть какое-то состояние крови. Ну что же, давайте мы напишем это слово. И, может быть, вы попробуете его составить, Ира, раз вы его привели нам в пример. Может быть, вы его напишите по-английски. А после этого все остальные напишут варианты, как же оно читается. Давайте, Ира пишет слово по-английски. А все остальные могут уже начинать писать, если они соображают, как это слово по-английски пишется и знают, как оно читается. Командная работа сейчас у нас будет. И тишина, а вдоль дороги мертвые с косами стоят. Вы, неуловимый мститель, давайте пишите мне что-нибудь. Так, Ира пишет по-английски. Как будет? Ира, почти. Давайте вернемся на страничку назад. И вы посмотрите, как пишется этот корень. Проверьте себя. А Света пишет глюкемия. А разве у нас здесь звук Ю? Почему глюкемия-то? Вот это звук совсем не Ю. Мы только что произносила я для вас все эти корни. Да, вот мы сейчас видим, как сложно все это воспринять и использовать. Леночка, смотрите на корень. Ира посмотрела на корень. Молодец. То есть, Лен, у вас две ошибки в корне. Там всего четыре буквы, две ошибки. И вы написали гипогликемия, Лена. То есть, это противоположное состояние тому, что мы сейчас обсуждаем. Итак, Ира написала правильно. Света попыталась написать, как это слово читается. Света, посмотрите еще раз на само слово. Может быть, вам сейчас будет попонятнее. Андрей, участвуйте, пожалуйста. Катя, участвуйте. Как читается это слово? Так, Андрей пишет нам. Света пишет. Хайпергликемия. Хайпергликемия уже очень неплохой вариант. Очень неплохой, но в нем все-таки есть ошибка. Есть ошибка. Еще раз смотрите на слово, которое написала Ирина. Что вы не додумали? Где не доработали? Ищем. Катя, участвуйте. Лена исправилась, умница. Ира, зачем пишете Ю? Откуда Ю? Еще раз показываю. Смотрите. Вот буква Y. Вот ее вариант чтения в закрытом слоге. Читали. System, gym, myth. Какой здесь звук? И. Поэтому этот корень, это глик. Это все правильно, пишут нам коллеги. Поэтому глюкемии никакой быть не может. Гли, безусловно, там звук И. Ребята, чего-то не хватает, точно вам говорю. Еще раз смотрю. Ой. Ир, не исправилась. Что там было на самом деле? Еще раз. Андрей, Светлана, вы очень близки. Вы одну вещь не доработали. Подумайте, что вы могли упустить. Ира, вы близки. Только никакого звука С в английском не бывает. Эта буква никогда не читается как С. Но вы правильно думаете. Именно буква С читаться будет по-другому. Но С, откуда С? Вот. Прекрасно. Товарищ. Everybody. Так сказать. Hyperglycemia. Все. Пожалуйста, повторите. Hyperglycemia. Да, Андрей. Верно. Hyperglycemia. И все это скажите. Почему? Глик. Корень. Все верно. Глико. Гликоген. Гликоген. Да, будет по-английски и так далее. Гликогенезис. Да, будет, например, гликогенез и так далее. Но, но, как только эмия, там буковка И, буква С, перед буквой И читается как С, hyperglycemia. А теперь я вернусь туда, где у нас приставки, и прочитаю вам, как будет гипергликемия и как будет гипогликемия, про которую нам писала, по-моему, Лена. Итак, слушайте, гипергликемия, hyperglycemia, сама уже гликемию стала говорить, но читалась ваших вариантов, простите. Еще раз, hyperglycemia, гипогликемия, hypoglycemia. Хорошо ли вам слышно? Hyper или hypo, я говорю. Hyperglycemia, hypoglycemia. Хорошо ли понятно? Да, хорошо слышно, гипер или гипо. Вы мне льстите, девочки. Конечно, я стараюсь, и я говорю hyper для вас. Так, у Андрея пропал звук. Андрей, перегружайтесь. А он же меня не слышит, да? Логично. Лена, о боже, что, о боже, что, о боже, вы меня пугаете. У Андрея все поправилось. Лена, с вами что? Hyperglycemia. Для hypoglycemia на самом деле никто никогда не может разобрать, гипер или гипо было сказано. Конечно, Оксаночка старается, и говорит hyper, и подчеркивает, но никто, кроме Оксаночки, для вас стараться не будет. Будете сидеть на лекции, вам будут говорить hyper или hypo, и вам придется догадаться. Вы можете переспросить hyper, и вам скажут hyper, yes. И очень часто лекторы это подчеркивают, они говорят hyper, потому что если они не подчеркнут, никто не узнает, гипо или гипер. Зачастую это очевидно, но иногда бывает, что, не знаю, говорим мы про какие-то состояния, где явно может быть противоположная история, и именно вопрос в этой трактовке, да, там разные состояния, гиповолимичные, гиперволимичные, или какие-то гиперадренокортицизм, да, состояния. Мы должны понять именно пониженные, повышенные функции и все такое. То есть очень часто это важно, реально непонятно. Поэтому подготовьтесь себя к тому, что это будет непонятно. Вам придется из контекста, слушая, смотря на слайды презентации, понимать, о гипер или о гипосостоянии идет речь, и если вы не сможете понять, вам нужно переспросить. Если это важно, вам нужно переспросить. Потому что гипер и гипо, почему произносится так невнятно? Ударение на уай. Поэтому внятно произносится только гипер, гипо, то есть остальной звук, вот это эр или о, он неслышный, он невнятный. Это по правилам английского языка. Вы слышите только ай, внятно. Дальше там гипер, гипер, вот кто как произносит, так и будет. Поэтому искренне советую вам, если это нужно узнать, переспрашивать, потому что здесь никакого другого способа нет. Елена, почему было, о боже, вы меня вот как напугали, так и я еще не отошла. О боже, в чем? Чего вы напугались? Задайте вопрос, если он есть. Поехали дальше. Ин. Ин это приставка, которая обозначает внутри. Ин, into. Иногда она обозначает нод, противоположное. Наверное, вы встречались таким, что ин часто может обозначать противоположное. Приведу примеры. Например, актив, активный. Пишу в комментах. Inactive, неактивный, неактивированный. Вы зачастую, может быть, с этим встречались. Значит, сейчас у нас 12.04. У нас запланирован с вами получасовой перерыв. Если вы еще не умираете, давайте мы сейчас чуть-чуть, мы просто останавливаемся на каких-то вещах подробно, да, когда вам это нужно. А, Лен. Да, реально непонятно. Вот поэтому я сказала все, что я думаю на эту тему. Это, к сожалению, так. Поэтому готовы ли вы продолжить еще 15 минут? Мы дойдем до заданий. Уйдем на перерыв. Вы сможете спокойненько посидеть, немножечко их поделать. Готовы еще 15 минут потерпеть? Никто там не умирает, писает там. Да, 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 готово. Да, Андрей. У нас еще 5, поэтому мы подождем каждого. Отлично, значит, сейчас мы скоро уже дойдем до заданий. Мой голос отдохнет полчаса. Вы сможете тоже передохнуть, сходить, попить, все дела сделать и поделать эти задания. И мы будем их чуть-чуть проверять. Итак, быстренько дальше. Intra, это within, into, то есть внутреннее. Mezzo, это middle, в середине, между. Pro, это before, forward, то есть впереди или до. Re, не re, а re, приставка, которая обозначает либо снова, again, либо back, назад или заднее. Backward, задней стороной, назад. Retro, значит, за, как ретро-бульбарный. Behind, за чем-то. Или back и backward, это назад и задняя сторона тоже. Sub, не sub, sub читаем. Звук а, еще раз напоминаю, буква ю, закрытый второй тип чтения, вот этот звук а, крышечка, без перечеркивания. Sub, значит, under или below, в слове under, видите, тоже ю в закрытом слоге, тоже а. Trans, это насквозь, across, through, через, насквозь. Из суффиксы, a, c, a, l, читается, ek, l, ik, и здесь будет, скорее всего, либо ikal, либо alkal, да, относящийся к, как это у нас будет читаться? Algia, pain, не algia, как вы привыкли, невралгия, да, например, по-русски. Нет, это algia, потому что вы уже знаете, что это джи. Как читается это слово? А ну-ка, surgical puncture to remove fluid or gas. Хирургический прокол, чтобы удалить жидкость или газ. Surgical puncture to remove fluid or gas. Перевожу на всякий случай, если не все поняли. Как этот суффикс читается, по-вашему? Так, у кого есть варианты молчания? Сентезис. Замечательно. Светлана, это так. Сентезис. Почему? Потому что первая си встретилась у нас, единственная си, которая здесь есть, встретилась с и, читается как с, а вот эта с, она стоит между двух гласных, читается как с. Последняя с читается как с, как нормально, как ей положено. Сентезис. Everybody, повторите, пожалуйста, please repeat. Сентезис. Это сайт, сел, клетка. Это сайтозис, по той же логике, что сентезис. Катя, спасибо. Сайтозис. Increase in cell number. Что такое increase in cell number? Повышение в количестве численности клеток. Drone. Ну, это, Drone, это значит run, но не значит бежать, а значит проводить какие-то тесты или еще что-то. Посмотрим на примерах, что это значит. Ectomy. Removal. Excision. Resection. Удаление. Спасибо, Андрей, за синтезис. Видимо, чуть-чуть с опозданием что-то идет. Emia. Blood condition. Поговорили. Emic. Pertaining to a blood condition. Emic. Относящийся к состоянию крови. Вот это genic. Не геник. Не генический. То есть по-русски это будет геничный, генический суффикс. И окончание. Genic. Это очень важно. Лена. Если вдруг у всех не будет звука, то пишите. Тогда это будет на моей стороне. Gram. Это record. То есть запись. Например, radiogram. Это радиограмма. То есть это запись. Или электрокардиограмма мы знаем. ECG по-английски. Electrocardiogram. ECG. Graph. Instrument for recording. И вот это, кстати, очень интересно, потому что мы немножечко по-другому называем. Суффикс graph обозначает инструмент для проведения какой-то записи. А graphi – это process of recording. Процесс какой-то записи. Теперь любой процесс – это суффикс i-o-n. Обычно они либо ti-o-n, либо c-i-o-n, либо s-i-o-n. Почти всегда читаются шн. I-s-t – это specialist. Видите, даже в слове специалист есть ист сам какой-то суффикс человека, который что-то делает. Inflammation – воспаление – это itis. Logi – это study of, изучение чего-то. Oma – это tumor mass. Почему-то два раза у нас здесь ома, видимо, для порядка. Opsi – это view of, то есть осмотр, просмотр чего-то. Osis – abnormal condition, патологическое состояние. Pathi – это тоже какое-то состояние, заболевание, но бывает еще эмоция. Scope – какой-то эндоскоп, например. Instrument for visual examination – инструмент визуального осмотра. Сама scopeia, то есть scopey по-английски – visual examination непосредственно. This – это state of condition, состояние чего-то. Ito me – это incision, process of cutting. Process of cutting – то есть это надрез, процесс резания. Вопросы есть какие-то? Может быть, по словам, которые я читала, по объяснениям, по инструментам, по еще чему-то, по суффиксам самим. Если есть вопросы, задавайте. А сейчас мы, собственно, переходим к тому, что у нас здесь должно быть. Значит, на этих страничках у нас задание. У меня сейчас вопрос такой. Вы можете скачать? Видите ли вы и можете ли вы скачать? Может быть, кто-то уже скачал? Вот это все руководство – Тайба, Анжела, Veterinary Medicine Terminology. Кто видит его в своем рабочем кабинете, может скачать. Почему? Потому что сейчас вам будет удобнее не на экране это делать, а самим открыть этот файл и делать по страницам. Номера страниц вы видите. Вот это страница как бы 9, если по нумерации учебника или 25. Нужна ссылка. Юля, можете ли вы нам помочь? В том плане, что хотелось бы, чтобы люди сейчас могли скачать и начать делать какие-то вещи. Отправлю на почту. Сейчас получится это у нас сделать в течение пяти минут, скажем. Три минуты. Спасибо большое. Итак, через три минуты у вас у всех на почтах будет ссылка. Пожалуйста, сразу найдите это письмо и сразу нажмите «Скачать», чтобы у вас скачался этот PDF-файл. 50 мегабайт – не очень много. Что мы должны сделать? Now it's time to put these words parts together. Пора собирать слова вместе. Что нам нужно сделать? У нас есть, например, корень артру. И у нас есть суффикс «эктоми». Слово получается «arthrectomy». Вопрос в том, понимаете ли вы, что значит этот термин. В definition. Видите, здесь у нас всюду, всюду у нас здесь, есть пустые строчки. Для чего эти пустые строчки? Для того, чтобы сюда мы вписали определение этого понятия. Например, давайте для примера сейчас. «Артректоми». Что это такое? Кто мне напишет? Чем мы руководствуемся? Мы идем сюда, осмотрим. Суффикс «эктоми». Что это такое? А, это «removal, resection», удаление. Так? А что такое «arthro»? Если мы забыли корень, мы идем на предыдущую и смотрим. А что такое «arthro»? Не забыли? Пишем «удаление сустава». А по-английски мы можем написать это определение? Моя задача, чтобы вы понимали английские объяснения. В этом смысл учебной литературы. Поэтому, пожалуйста, напишите по-английски. «Definition» все – это не переводы, не «translation», а «definition» – определение по-английски. Как, Светлана, будет удаление сустава по-английски? Вот у вас есть удаление слова, а вот здесь у вас есть слово «сустав». Мы пользуемся простым английским языком, без латыни. Слово «arthrectomy» – это все латинское. О, смотрите, у нас файл в чате. Так, действительно, гораздо быстрее, чем на почту всем ходить. Нажимайте, пожалуйста. А параллельно напишите мне, как же будет определяться слово «arthrectomy». Вот тут-то мы и потренируемся с английским языком. Я думаю, что Mapleфина делаетсяоло в том, что подходит, чтобы раньше было подходитесь, Нажимая, так как можно говорить. То есть у них подъем наיך говорит, что Варя нул 원ш Arbeits послан于 выполненleme с ним. Как может уже высшено делать, чтобы война держится не только в начале, istic прикрыху в немецы. Тены языковой неравидами под涵. Что заплата вы Guys, memberión любви. Как вы используем его, так? Так, а что мне никто не пишет, как будет удаление сустава? Arthro – это корень, который обозначает сустав на латыни. Но есть английское слово «сустав», и вот оно у вас тут приведено. Еще раз показываю. Пожалуйста. Дальше у нас есть суффикс «эктомия», который обозначает удаление. И вот эти слова «удаление» здесь все приведены. Осталось только слить их воедино. Как же будет удаление сустава? Может быть, все занялись скачиванием, но скачивание – это как бы нажал-сохранил. Давайте дальше продолжать работать. Итак, как будет удаление сустава? Arthrectomy – как это будет? Та-та-та-та-та-там-там. так полная тишина елечка скажите меня же слышно может быть я пропала может быть меня никто не слышит вот меня слышно леночка вот у нас есть артректоми человеческим английским языком напишите что такое артректоми используя слова удалить и не я из сустава по-английски вы сейчас взяли просто другой термин артротоми артротоми это термин вот здесь это значит не то же самое что артректоми задача написать определение definition как будет по-английски удаление сустава для того чтобы составить это определение definition мы пользуемся словом удаление эктоми значит удаление и сустава который мы можем найти на странице значений корней две страницы вам в помощь для того чтобы расшифровать огромное количество терминов сейчас мы будем этим заниматься соответственно кто может написать не сейчас по-английски как будет удаление сустава joint правильно но эктомия неправильно еще раз эктомия значит удаление где слова которые значит удаление вот они вот они это слово риму вл значит удаление эксижен значит иссечение в из экшен значит резекция я думаю все эти слова или хотя бы в из экшен вам знакомы зачем вы используете слово эктомия когда я прошу вас сказать это по-английски они на латыни joint это уже шаг навстречу ко мне в смысле английская вот ира молодец joint removal или removal of joint удаление кого чего сустава проще сказать так как вы написали joint removal дошло отлично у мы учим английский язык классно классно мы начали учить английский язык и так смысл в том что я верну вас главной мысли первому параграфу которым с вами сегодня расшифровывали для того чтобы понять термин вам нужно расшифровать значение корней корень артру значит сустав сустав по-английски joint для того чтобы понять значение суффикса эктомии надо знать что он значит removal удаление removal of joint или joint removal это перевод так сказать с латыни на английский язык простыми английскими словами сказанное удаление сустава вот наша с вами задача не переводить на русский а по-английски понимать значение тех или иных терминов тогда мы остаемся во-первых в рамках английского языка что супер полезно для нашей практике а во-вторых мы будем понимать тексты потому что в текстах не всегда и зачастую не пользуются терминами такими а пишут простыми словами и нам нужно знать что это понимать ориентироваться в тематике итак я пошла отдыхать со своим голосом я надеюсь что все вы нажали ссылку и скачали найдите вот эту девятую страницу которая у нас здесь с нее начинается череда терминов по счету эта страница 25 там просто начало без нумерации пустые страницы в общем находите вот эту историю смотрите у нас 9 10 11 12 страницы тут конец посвящены терминам мы их с вами сейчас поделим поделим и потом по несколько буквально скажем делим и по чесноку значит у нас букв двадцать шесть по пять букв на каждого ABCD ABCDE ой это очень много давайте так давайте ABC берет на себя кто первый Ира Ира берет на себя ABC хорошо вы пишете определение всех терминов на ABCD ABC это это достаточно много но это вам будет полезно ок дальше D и буквы F нету G давайте наверное H D и F G H да по букву H берет на себя Андрей это будет вот отсюда D и буквы F нету есть G и есть H вот вот отсюда D это берет на себя Андрей Андрей окей вы делаете эту часть понятно задание от буковки D до буковки H до конца это Екатерина это Екатерина это Екатерина Слушай сейчас кому-то не хватит что ли много кому-то дала кажется так от P и до конца это у нас будет например Елена так признавайтесь кому не хватило Светлане так Светлана а вы Светлана тоже проработаете товарищи подтверждайте мне что вы получили свое задание Катя вы поняли свое задание Лена вы поняли свое задание так Света вы тоже делаете ага спасибо Света давайте вы выберите просто любую вот как которая вам больше нравится по вашей специфике сейчас я может быть уже не докручу сейчас до вашей специфики выберите любые вот спасибо спасибо Продолжение следует...